приветствую участников соревнований сегодня мы стреляем в арминт третий этап заводчики я стрелять буду только в легком классе кончился воздух заправщик уехал на природу будет только завтра мне заправки в тяжелом классе на 3 матча не хватит в баллонах у меня 120 атмосфер осталось один баллон и спустил полностью там вентиль менять надо поэтому стрелять в тяжелом классе в открытом не получится в открытом и вообще не стреляют к тяжелой стреляю легкий а в легком классе мне хватит заправки компрессором сейчас дуну до 220 ее и мне спокойно хватит и на пристрелку и на три матча там где-то около 50 выстрелов у меня 55 заправки получается погода сегодня у нас нормальная по ветру показывает 45 метров в секунду но на стрельбище будет значит около 3 метров в секунду ветер сзади я такой ветер не люблю но в принципе он достаточно равномерно однородный наблюдал полдня за ним сейчас дожду семена и будем стрелять он будет в тяжелом классе стрелять я буду в легком стрелять будем по одной линии для экономии времени так как покрытие достаточно жестко и забивать стойки не хочется мы поставим линию из 11 мишеней я просто свой стол передвину на 20 метров ближе то есть он будет стрелять с одного рубежа я с другого и получится что мы по одной линии будем стрелять без всякой путаницы не надо будет ставить еще там сколько 4 по моему 30 35 40 45 еще 4 дополнительных мишени надо ставить то есть 15 мишеней а так мы поставим 11 в за очки у нас по сколу краски в легком классе то есть на лицевой стороне должен быть скол краски в тяжелом классе убойка должна сделать оборот давайте посмотрим что у нас из этого получится честно сказать настроение нет никакого даже не хотел ехать но вот игорь дроздов говорит чего вы сидите давайте включаетесь включаемся а вы продолжаете просмотр приехали стрелять в арминт стреляем по одной линии столы только поставили с разницей 20 метров так по очереди стрелять будем я в легком классе только стреляю семен стреляет в тяжелом сейчас пристрелка у нас жарко и дождь приехали стрелять очень прикольно на небе солнце идет дождь крупными каплями вот такая дикая метаморфоза астраханских степях вот одна тучка из нее идет дождь дождь идет из неба ветер оттуда дует а там чистое небо ветер сегодня оттуда где-то до трех метров в секунду я сижу чуть глубже кстати это ветра меня такого нет как здесь здесь именно говорит у него прям расколбас какой-то идет мы стреляем по очереди по одной в арминт линии мишени все пристрелочные положили она лежит там на боку чтобы не было спекуляции на тему из 15 пулями как-то особо не пристреливаешь камера стоит вот возле моего стола рядышком сейчас подойдем сейчас я включу наверное микрофон беспроводной чтобы шума ветра не было чтобы вы не жаловались что вам не слышно это показываю что ветер есть потому что с ветрозащитой шума ветра вы не услышите а так как флагов нет то и ветровой обстановку отследить у вас не получится я уже пристреливался на 50 метров хотя начало дистанции с 30 метров но я пристрелялся на 50 то есть начало дистанции сперва опускаться потом подыматься но я прошлый раз так стрелял с люпаль да нормально я с него стреляю уже второй раз на соревнованиях он только пришел так шума ветра должно быть не слышно микрофон с метрозащитой 15 пуль 15 так за раз сколько там четыре мишени видно но я буду переключаться все поехали так старт времени так не оттуда пулька так 50 это у меня 30 метров ух ты не достал свой калькулятор волшебный по кликам стреляю затык будет по времени ну ладно с ним так сетка 12 кликов сделали теперь 35 один клик так 35 это 55 у меня опа зависла есть 43 клика это 60 нет я процессе только начал давай есть так 45 4 клика так 45 это 65 есть так видите вы там дальше эти следующие так 45 убита следующие 50 10 это 70 с упором хорошо стрелять видно где оставил винтовку есть попадание 55 55 это 75 4 клика 50 это 80 6 кликов Здесь уже параллакс устраивать приходится. Есть уже на ветер беру поправку. Так, 65, это 85. Промах. А, я не взял поправку, вот просрал выстрел. Молодец, дядь Петя. Без поправки на ветер в другую сторону, а интересно как. Так, 70, 70 это у нас 90, 6 кликов. Так, вы видите, там их время, блин, теряю. Все ради синематографа. Так, поправку ввел вроде как. Есть. Так, 75, 6 кликов. Это 95 у нас, 4 пули у меня остается. Есть. Так, ну и 80. 7 кликов. 7. Это соточка у нас. Она у нас в стороне. Промах. Две пули. Промах. С поправкой на ветер не угадываю. Попробую вот так. Есть попадание. Так, время 6.19. Есть. 80. Немножко расскажу про свой сетап. Винтовка для легкого класса. Хэвиками стреляю. Единственное, что здесь изменилось, это сайтрон стоит. Давно гонялся за этим прицелом. Для клиента тут искал сайтроны, мне аж три штуки предложили. Ну вот я и забрал почти все три. В отличие от мелдотного прицела, здесь фальш барабан не надо ставить. То есть барабаны здесь немножко другие, а не побольше. Но цена клика здесь 1.4 МОА. Конечно, 1.8 была бы лучше. Но прицел такой, более тактический что ли. Я с него стреляю второй раз уже на соревнованиях. Первый раз стрелял в поле с волгоградцами. Ролик тоже выпущу. Снимал там стрельбу. В поле в чистом мы стреляли. Интересный был результат. Настройки пулькой 0.67 грамма. 279 скорость. Хотя дядя 9 говорит опусти скорость. Но я не стал опускать. Мне нравится как она стреляет на этой скорости. Не хочу просто вмешиваться. Может быть она будет еще лучше стрелять. Ну как говорится куда уже лучше. Потому что она стреляет все. И БР в ХВ классе. БР 25 имею ввиду. И вот эти на точности с нее стреляю. Отличные результаты выбиваю. Ну и по Варменту тоже она позволяет стрелять. Но Вармент для нее вообще я считаю. Ну сам Бог велел его стрелять. То есть кучность на 80 метрах. Она вообще не выходит за габариты у бойки. Ну единственная проблема с ветром. По поводу ветра. Сейчас вот с Семеном выявили такой нюанс. Он меняется. Хоть ветер и не сильный. Но есть здесь завихрение. Когда вы будете смотреть матчи. Я там буду комментировать. Что у меня поправки в другую сторону. Вот есть тенденция. Что сперва сдувает влево. Потом сдувает вправо. А последние две мишени вообще идет. Ну без поправки фактически. Так вот мой супер зумчик. Через него будем все снимать. Так. Второй матч у нас. Звук вроде пишется. Так. Готовимся. Калькулятор мой. 30 метров. Винтовка подготовлена. У меня заправки хватит. На все три матча. Сейчас 190 атмосфер там. Так. Отсчитываем пульки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Пять. Пять. Супер. Пятнадцать. Ну показывать не буду. Поверьте. Вы все равно посчитаете эти выстрелы. Монтаж здесь будет виден. Монтаж. Я готов. Огонь. 30 метров. Есть. 35 есть, 40, три клика, так 40 это у меня 60. Стреляю на кратности 24, кому это интересно. У меня есть 40, 45, 4 клика, так 45 это 65. Ее еще будет видно, передвинув аппарат. Есть, так чуть теперь сюда. Вот так вот, так 45, 50, 50 это у нас 70. Блин, уже голова начинает кружиться от этих, благо говорю упор есть, вот он помогает. Да, на время это влияет, конечно. Ветер затих, в центр прям стрелял, в центр попал, вообще без поправки стрелял. Так, 55, 4 клика. Сайтрон хороший прицел, очень нравится. Говорят, у него термозависимость есть, ну вот посмотрим. Такая же арень стоит. Винтовку я специально выставил на солнце. Минут 20 она у меня постояла под открытым солнцем, потом я ее закрыл. Так, параллаксик надо чуть-чуть выстроить. Колесо забыл поставить. У меня колесо есть отстройки от параллакса. Попадание. Так, 60. Шесть кликов. Так, 60 это у нас 80 получается. Так, сколько там видно? Ага, да, 95 видно. Хорошо. Отстройку от параллакса обязательно. Так, ну давайте. Есть. Вверх почему-то ушло. Так, 65. 5 кликов. 4, 5. 5 кликов. Это 85 у нас. Там по-моему по-другому ветер дует в другую сторону. Попробую просто без поправки. Ух ты, зарядить же надо. Так не стреляет. Есть, попадание в край. Так. 70. Принять. 6 кликов. 5, 6. 70 это у нас 90. Видно их еще, да? Смотри. 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 Снимать и стрелять сложно очень. Теряю время. Если будет равный результат, то из-за любви к искусству я проиграю. Есть, опять в край убойки попал, но это засчитывается в легком классе. 75, 6 кликов, 3, 5, 6, так, 75 это у нас 95. Параллакс надо отстроить. Есть, ну и 87 кликов. Так, с пятью пулями вышел. Так, а здесь ее не видно вам. Вот она стоит обособлена. Слишком далековато ее как-то поставили, но уже как поставили, так поставили. Так, промах. Сейчас по ветру, она там немножко в низинке такой стоит. Может отличаться ветер. Промах. Три пуля осталось, да? Сейчас по ходу расфукаю все пули. Только попробую вот так. Есть. Ну попал в точку прицеливания. Так, время. 6.48. И две пули осталось. 13 выстрелов. Так, 86, 48 и 13. Так. Вот наша дистанция. Так, пойдем красить и третий матч. У нас стрелковое место, там сидит второй стрелок. Так, ну что, третий матч у нас пошел. Секундомер сброшен, прицел обнулен. Так, сейчас в калькуляторе все готово. Давайте начнем. Какое-то там принесло. Фокусируйся. Блин, фокус на этом. Ходор Николаевич, еще один. Еще один. Так, ну что. Время. Так. 35. 40. Так. Сколько я их у него? 40 это 80. Ага, видно. Не 40, это 60. Еще видно ее. 45. 45 это уже следующее. 65. Так. 50. 50. Ах ты ветерок усилился. Собака сутулая. Да. Так. Это у нас 70. 50. Есть 70. Так. 55. 4 клика. 75. Параллакс обязательно отстроить. Есть. 75. Так. 60. Это у нас 86 кликов. Здесь у нас видно. Видно еще 80. По фокусу походу промашка будет. По хорошему нужен оператор, который будет каждую мишень отдельно снимать. Мне, к сожалению, некогда этим заниматься. Есть. 65. Блин, ветер, а. 5 кликов. 5. Так. Это 85 у нас. Мы видим там. Да. Крайний висит. Видим. Есть. Тем не менее. 65. Семьдесят. Шесть кликов. Ай-яй-яй. Ветер. Вот остальные все тут будут видны. Чуть наедем. Сколько я времени теряю? Секунд 20, наверное, на эту. Синематографию. Так. 85 у нас убитая. Вот у нас три осталось в мишени. Так. Поправку я ввел. 70. Это 90 получается. Да. Все верно. Так. Ввел я поправку или нет? Я не знаю. Ввел. Так. Но она вот попала сейчас в ножку. Считать это поражением или нет? Ввел. Будут вопросы. Да. Ветер, потому что пошел. Походу приподнимает чуть-чуть. Ну вот вопросов сейчас, я думаю, ни у кого не возникнет. Так. Следующая дистанция. 75. Это 95. 6 кликов. Параллакс. Есть. Так. Ну и 87 кликов. Три, четыре, четыре, пять, шесть, семь. Семь кликов и три пули у меня на нее. Так. Там все видно. Так. Зацепил. Ну вот куда зацепил, я не понял. Не вижу скола краски. Так. Можно, конечно, поупираться, но давайте уж по чесноку, так по чесноку. Ну вот опять качнулась. Вон вверху скол краски в убойке. Ну я думаю засчитают, не засчитают. Ладно, засчитываем. Так. 6.43. 6.43 последним выстрелом. 6.43. 15.5 максимальный результат. Ладно, пойдем посмотрим, что там. А можно, кстати, отсюда посмотреть. Да? Что там у нас на убойке? Так, где она у нас? Ну вон вверху скол краски. Краски два раза я бы не попал. Ладно, пойдем глянем. Вот 90-е. Ну здесь явно попадание в ножку было. Поэтому правильно, что перестрелял. Сейчас посмотрим соточку. Ну в смысле восьмидесятку. Ну здесь явно есть скол на лицевой части убойки. Вот сюда попадание. Так что я не думаю, что будут какие-то вопросы. Но тем не менее, на всякий случай, сейчас отправлю судье главному. Пусть он рассудит. Но я бы засчитал однозначно это. Ну что, закончили мы стрелять. Опять погода благоволит. Хотя по прогнозам был ветер. Немного по стрельбе, что хочу сказать. Вообще все предсказуемо. Вот покупайте хорошие прицелы. Вот такой совет могу всем дать. Можно использовать справочные параметры. Которые указываются на коробке этих прицелов. Да, это может быть банально прозвучит. Но это факт. И позволяет сэкономить время. Вот я уже третий прицел ставлю на разные винтовки. На эту винтовку ставится второй прицел. Нет. Ну на ней вот сейчас. В прошлый этап я стрелял с Люпальда. Но Люпальда у него слишком большая кратность. В общем, постоянник. Хотя механика работает безупречно. Что и показали в принципе результаты. Но здесь все-таки больше тактические прицелы нужно использовать в Арминте. Я ставлю вот уже. Люпальд поставил. Я просто вбил его справочные параметры и сетку. Я не проверял его. То есть цену клика истинную. Я не вычислял ничего. И все совпадает. Потом у меня Razer есть от Vortex. То же самое. Я не вычислял истинную цену клика. На другом прицеле, который был на обзоре, я это делал. И она совпала со справочной. То есть там погрешность. Она конечно есть. Но не такая, как у китайских прицелов. Где там у них колеблется от 0.093 до 0.097. И вот такие вот. То есть там погрешность конечно же есть. И может быть на один клик отличаться это будет. Используя вот эти прицелы. Просто вбиваю справочные параметры. И то же самое вот Сайтрон. Просто поставил на винтовку. Я не прострелил никакие поправки. Я вообще не хотел сегодня ехать стрелять. Вот честно скажу. Мне Дроздов просто написал. Говорит, а чего вы результаты не скинули по заочке. Вчера не получилось у меня пострелять. Семен болел. Да и я отстреливал слаги. И плюс с полнотелой винтовкой возился. Весь воздух вышел. И у меня нет воздуха банально для винтовки тяжелого класса. Я говорю, ну ладно, съезжу в легком классе постреляю. Позвонил Семену. Он тоже вроде собрался. Думаю, ладно, хорошо поедем. Поставили мишени, пристрелялись. На пристрелке все четенько. Пристрелялся я на 50 метров в точку. И горизонт. И все. Начал когда стрелять. Вот я уже говорил, что заметил, что по ветру небольшие отклонения. Но даже в калибре 4,5 отклонения у меня в пол мила по сетке не превышали. То есть чуть-чуть за габарит убойки приходилось выносить буквально там на грани края. Единственное, когда неверно выносишь не в ту сторону, да, промахи были. Но промахов тут было сколько? Там 2-3 промаха-то всего было за все три матча. То есть достаточно успешно отстрелялся. Что хочу сказать. По подсчету я отправил свою спорную убойку вот эту с третьего матча. Мне сказали так. На чемпионате России ее не засчитают. А в заочке она идет в зачет. И опять получается абсолютный результат. Но мы знаем, что получается, что если бы я сейчас выступал на чемпионате. Во-первых, там убойки из другого металла. Там 2-х миллиметровые надо использовать. И они будут закидываться. Потому что вармент будут проводить стальные именно по этим правилам. Хочу сказать так, что вот уже который раз я стреляю. По-моему, третий раз я стреляю в вармент. Да, третий, по-моему, этап уже это. И я привык уже. Привык к 15 выстрелам. Поначалу у меня вызывало это отвращение. Вот честно скажу. Не хотелось. Потому что результат сразу резко просел. Ну, нравится мне стрелять в вармент. Нравится попадать и выбивать сотки. Когда у тебя ограниченное количество выстрелов на 5. Это очень много. Это как серпом по яйцам. То есть сразу, естественно, результаты просели. Ну, ничего. Вот постреляли 3 этапа. Сколько тренировок у меня было? Тренировок 6, наверное, я пострелял с него. То есть, грубо говоря, десяток раз я пострелял. И все. Сейчас я просто не представляю, как можно стрелять по-другому. И 20 пуль или 22 пуль для меня это будет уже бонус. Потому что я привык уже стрелять по 15 пуль. Все. Проходится дистанция. И пули даже остаются. Ну да, их там 2 осталось. Остальные все. Там последним выстрелом было убито. Но я выходил на последние у мишени. У меня оставалось там от 3 до 5 пуль. Вполне. Вполне себе. Прошлый этап там за 11 выстрелов я прошел. То есть без промаха. Какой можно сделать вывод? Надо стрелять в арминт. Конечно, навыки никуда не делись. В арминт я очень люблю. Жаль, что он так не заходит. Ну, потому что тренироваться надо. БР-100 проще. Приехал, достал винтовку, пристрелялся на 100 метров. И бывает такое, что новичкам везет. Обстреливают более опытных товарищей. Которые пытаются гоняться за ветром. Запутываются там в этих всех делах. А новичок стреляет наугад. И ему везет. И он выбивает иногда результаты. И поэтому его любят стрелять. Потому что легкий вход. А здесь для того, чтобы выбивать максимальный результат. Вы должны либо знать параметры своего прицела. Как вот было в моем случае, когда я начинал только стрелять в арминт. То есть Хоуки у меня был. Сайдвиндер тактикал. Сперва там 8,5 на 25. Потом 8,32. 6,5 на 20. Вот я их постоянно варьировал. Но это одни и те же прицелы. Все прицелы разную цену клика имели. Если вбивать справочные параметры. Естественно, будут ошибки. То есть приходилось большую работу делать. Простреливать. Оказывается, видите, можно купить прицел уровнем выше. И пропустить вот этот момент. Я, конечно, вас не призываю. Потому что, конечно, прицелы надо проверять. Но, посмотрев мои вот эти предыдущие видео. И вот эта вот тщательная, кропотливая подготовка к тому же варминту. Люди понимают, что нет, не получается. Но, как видите, можно приобрести прицел на вторичке. Поставить его. И вот выбить максимальный результат. Ну, что сказать. В заключении. Все, наверное. Всем, кто стрелял в заочке. Респект и уважуха, как говорится. Давайте продвигать эту дисциплину. Стальной варминт. Это самый лучший варминт. Самый мощный. И самый сложный. Если вы будете выбивать здесь хорошие результаты. То, стреляя по другим правилам. С меньшим количеством выстрелов. Естественно, вы покажете замечательные результаты. Я не жалею, что включился в заочку. Хотя, были мысли, что ну нахрен. Так просто для себя решил пострелять. Но я сейчас, как вы знаете, сосредоточился на калибре 4,5. Все остальное стреляю факультативом. Я не тренируюсь с другими винтовками. Я просто там какие-то настройки меняю. Но вот основные тренировки у меня идут с калибром 4,5. И мне этого вот так сейчас достаточно. Для того, чтобы свои навыки поддерживать на достаточно крепком уровне. Надеюсь, что получится съездить на чемпионат России. Да, объявили уже даты. С 25 по 30 августа. Остается не так много времени до него. Не знаю, как у нас с этой пандемией коронавируса. Получится, не получится поехать. Но я готовлюсь и схожу из того, что я буду участвовать. Слабое звено сейчас это только я сам. То есть моя психологическая подготовка, мандраж. Вот эти все моменты. Если получится с ними совладать, то винтовки позволят все сделать. Ну вот это приятно с одной стороны. Что все, в принципе, уже исключили. Слабых звеньев нет. То есть уже и топовый упор, и винтовки, которых у меня не было два года назад, когда этот варминт стрелял. И оптика на выбор. Поэтому будем готовиться, будем тренироваться. Спасибо за просмотр. Спасибо остальным стрелкам. Ставим лайк. Пишем комментарии. В видео по соревнованиям я буду делать подробные со стрельбой. У меня есть теперь где их снимать. Сейчас вот по варминту будет. И выпущу следом видео со стрельбы за очки Стаса, когда мы стреляли в Волгограде. Там результаты низкие, конечно, но низкие, потому что мы стреляли в открытом поле. Для меня это поле было вообще незнакомое. Но, тем не менее, в легком классе я достаточно уверенно отстрелялся. И вообще, как я говорю, в легком классе мне стрелять нравится. Наверное, на эту тему я порассуждаю в другой раз, почему это именно так. Сейчас ролик у нас про варминт. Пока.